Первая часть The Sims в свое время дважды стала рекордсменом индустрии виртуальных развлечений. Это была не только самая популярная игра, выпущенная когда-либо, но и проект, который оброс просто невероятным количеством аддонов. Основав уникальный жанр Live Sim, разработчики открыли широчайшие просторы для создания дополнений, и, надо сказать, используют эту возможность на полную катушку. The Sims 2 может запросто побить рекорд предшественника. Ночная тусовочная жизнь, собственный бизнес, обучение в университете. Видимо, в студии Maxis посчитали, что для полного счастья маленьким компьютерным человечкам не хватает только одного – домашних животных. Впервые представленные на выставке E3 2006 виртуальные питомцы очень заинтересовали игровую общественность. Разработчики обещали, что нам будет дозволено моделировать внешность братьев наших меньших, обучать их различным трюкам и командам, и даже выводить новые породы. Что ж, давай посмотрим, как обстоят дела на самом деле. Все животные в игре делятся на две категории – на тех, кто живет в клетке, и тех, кто свободно бегает по территории. Скажем, попугай или морская свинка выполняют декоративную роль, а вот кошки и собаки – это отдельные персонажи. Возможности моделирования внешности поражают. Взял, например, долматинца, убрал черные пятна, покрасил его в рыжий цвет, прибавил десяток килограммов веса – и все, новая порода готова. Если хочешь почувствовать себя настоящим селекционером, создай белоснежную чао-чао с лицом мопса и посмотри, какие забавные щенки у нее получатся с этим долматинцем. Кстати, при генерации животного отнесись внимательнее к выбору его характера. Стоит допустить ошибку, и потом замучаешься убирать дом за своим неряшливым питомцем. Заводя собаку или кошку, готовься потратиться на кучу сопутствующих товаров. Кошкам нужно обо что-нибудь точить когти, и при отсутствии специального столбика они примутся портить мебель. Среди прочих вредных привычек у здешних животных наблюдается – любовь к помойным ведрам, рытье земли в саду и яростные поединки друг с другом. Если не хочешь, чтобы дома царил бардак, не забывай одергивать питомцев и играй с ними почаще. Впрочем, есть и еще один способ отвлечь собаку от мелких пакостей – найти ей работу. Воспитанные овчарки обрадуются спасательной службой, а особо одаренную птину можно отправить на какую-нибудь киностудию. Кстати, их старания неплохо оплачиваются. Как и другие обитатели мира Sims, зверушки требуют внимания и общения, так что тебе придется играть с ними в мячик, обучать их различным трюкам, выгуливать в городском парке. Тут-то и кроется самый неприятный момент аддона – поддерживать отношения с друзьями и не забывать про животных, работать и отдыхать – на все это просто не хватает времени. Рано или поздно придется сделать выбор – уделять все свое время собакам и кошкам, или по-прежнему тусоваться с друзьями, а дома держать неприхотливую морскую свинку. The Sims 2 Pets – это добротное дополнение, способное увлечь на несколько недель. Ничего революционно нового свежий аддон не привнес, однако возможность заводить домашних животных реализована более чем оригинально.